Всем привет, с вами Родин Клик. Сегодня у нас тут обзорчик на IG против Гриффинов. Я тут одновременно буду куфать, куфать, но вы этого не увидите, и бывает пока еще не приехала. Да, весело-весело. Ну, начинаем. Пока что представят нам игроков. Всех вы, наверное, должны знать. Плюс он говорит не на понятном языке, поэтому мы это пропустим. Вообще непонятно, на самом деле. Мы вернемся, не вернемся, а перейдем к драфту. Ибо драфт опишает быть интересным, потому что Гриффина поменяли к тренером, и все. Да. Я была куф, так сказать, заряжаюсь азиатским скиллом. Да, но ты горяч. Я чуть-чуть подгорел, что-то вообще не знаю, как все было, пока не хватит. Что это такое? Так, разберем баны пока что. Ну, понятно, что Зешай и Чови, это самые такие звезды. Зешай у Инвиктусов, и у Гриффина в Чови, и поэтому по ним основной удар. Ну, в плане банов, Пентеон же есть, Зешай, и Кринектон, по сути, тоже мидер, поэтому считай три пучей и ударов. Да. И напрашивается какой-то атак спид, а ДК? Тут как бы стандартная связка Юли Гаррин. Вполне себе, на этом ЧМе прям очень-очень неплохо показывают себя, хотя Винрейп у Гаррин всего 50%. Ну, на самом деле, не особо понятно, почему они пикают, они-то берутся, ну, то есть, Гаррин в Киуме, но не особо понятно, почему, то есть, не плохи, да, но обременно, это же высокий уровень, там, афига нормальных пикеров. В такой игре, как сейфовые такие пики, ну, так себе проехали, ну, да, но пока все равно все нормально, я вижу, все дела, неплохо дайвить будут, пацанов, пацанов, быстро и Гаррин, благодаря Юми, благодаря себе, поэтому пока что неплохо. Но пока драфт, Гаррин, все должны нравиться больше. И Ваны тоже. Несмотря на то, что Гаррин непонятен с Юмием, ну, то есть, не то, что непонятен, но не внятен. О, Владимир неплохо, неплохо зайдет. Вот. Так. Ну, да, потому что Киана будет рассыпаться, по идее, от Элизы. Ну, хотя она, опять же, может дольше и спокойно, но... Ну, все, все же выбирает Гнара. Гнара Гаррин, такое, если вам неудобно будет называть. Да. Ну, вот у Гнара уже неплохо, 62 с половиной процентов на этом турнирчике. Это уже неплохо. Понятное дело, что юмрейт это не показатель. Как у Чемпиона, так и у команды. То есть, какая-то команда с хорошим рейтингом, а какая-то не очень. Ну, понятно, что Лолу и Кога, это им была связка. Их еще бафают сейчас. Но эта патча еще не набафана ни Лолу, ни Кога. Поэтому такой. Да, плюс там Кога, опять же, бафнули ему. Все кроме Вэшки. Ну, и Ульстри. То есть, по сути, тем, чем он меньше всего пользуется. Так Юшка и Ешка. Поэтому такой, если. Да, Ясуэ это не плохо. Хотя все удивились, но пикуют его тоже, нередко. Так, тоже будет Поппи, чтобы контрить Ияса, внимание. Ну все, с пиком все понятно. Сразу вернемся к игре. Ну, не вернемся, а начнем смотреть. Так, что у нас? Ну да, все же Поппи против Кианы стоит. Не особо полезно. Надо бы свапнуть. Хотя у Кианы тоже есть дэши, поэтому... И, по-моему, Поппи подкрусили ее вот этот там, ну типа ее вот этот стан, ну то есть по летящим пацанам, которые дэшаются именно до ЧМ, поэтому это все должно работать. То есть оно ускоряется, когда в нее кто-то бьется от Вэшки. Прям очень сильный. Ну не и так, по-моему, ускорение, но и вот еще там бафчик, как очень неплохой. В общем, все очень даже клево. Так, что у нас тут, ЗШ и Снингом активно пулят. Там тоже, там Рэд, пулят УДУ. Интересно будет на бот посмотреть, как Джейки Лас с Боуланом смогут задавить Вайпера. С Легенсом. Ну пока, понятные дела, не давят. О, кстати, у Боулана клепта, клепта. Но это понятно против Милишного Гаррена. Это вполне себе неплохой выбор. Даже очень неплохой. Так. Ну пока тут ничего особо не происходит, чего видавят, естественно, руки. Потому что он может пушить. А руки нет. О, неплохо линия встает. Вот. По одному крепчику пропускают мидеры. Я думал, руки всегда фармят. Но, видимо, скорости атаки не хватило, чтобы забрать последнего Милишного. Точнее, Рэнджа. Милишного Рэнджа. Ах, ну пока что Грегос перегоняет. Ох, ох, неплохо, ох, неплохо Чови трейдится. Очень хорошо. Пушуем. Да, у Чови еще много, много хп, много поток. Ну то есть уже по одной их. Ну и руки сильно просел. И по майне тоже. Чови прям показывает уровень, показывает, что он тут босс. Изначально. Я бы не сказал, что он на первых уровнях. Он должен как-то так сильно давить. Ну и может быть на первых, благодаря кьюшечке, которая может запушивать. Но потом как-то не особо. Ну вот Чови очень-очень сильно продавил. Да. Ну понимает, понимает Арзан, что что там был вард, но Зэшай, конечно, тоже показывает, что он не пальцем делом и на мини-карту смотрит активно. Да. Ну еще у Чови он ттп, поэтому он мог позволить если бы сместиться. Чё это такое? Ааа. Ну ладно. Показывают статистику. У Гриффина, понятное дело, все лучше. Эммнет. Чё это значит? Ну ладно. Не особо понятно. Покажите фарм. Покажите фарм. Мне интересно. Так, ну пока что Зэшай трейдится не совсем в свою пользу. Ну да. Зэшай не тупой, поэтому он не будет бежать в большую волну. Поэтому этот Заразан ничего не поймает. Так, ну мид пока прям идет дикое-дикое противостояние. Да, но пока что руки не так сильно отхватывает, как Свард от Зэшая, поэтому... Ну я говорю, надо было Поппи Бьясу убрать, и вообще было бы покайф. Блин, ну пока что кажется, что это будет Тонкопоппи. Странно, странно. Да, но Зэшай трейд вообще дико. Дико фармит. Бесмотря на то, что его даже поддавили, ну как поддавили, пришли, как бы напугали пацана. Ну он все понимает, что они уйдут. И можно будет продолжать фармить. Да. Ну пока что бот доминирует по фарму. Бот Дрифинов. Потому что больно много денег выпадает для Юлуми вообще. Хотя с другой стороны Лулка, ну да, Лулка, с другой стороны и она, да, с лептой, поэтому так вот. Да, то что Инфернал, так сказать, Огненный Дракун первый, это прям, надо будет выигрывать бот. А для областей команд как-то, да. А для областей команд как-то, да. Я бы сказал, что это больше грифин-стайл чем грифин-стайл. Грифин-стайл Ну и Лулка с криптой, то есть. Тут прям. Ну не так сильно. Вообще я смотрю, что этот чемпионат мира самый такой, не про доминацию по золоту. То есть команда может вести вроде как сильно по крипам, по объектам, но золота почему-то не так уж и много. То есть как-то странно. Иногда прям такие дикие стоповые игры, а все равно доминация там буквально пять тысяч. Кажется, для меня слишком мало. Ну потому что до этого, да, тут Тарзан что-то немножко. Хотя у него были все шансы попасть. Total Gold. Блин, Жекилов, ну понятное дело, по фарму ведет. Потом идет Руки. Ну хотя с другой стороны, видимо, Руки что-то пропустил. По фармам. Ну в плане телег. Телег. Ммм. Кстати, не особо клипта помогает Баулану. Все же, благодаря мечу, благодаря Гарену, Юми очень неплохо фармить. Ну для Юми это достаточно важно. Неплохо фармить. Ну понятное дело, Джекилов пытается прогнать Гарна. От фарма подальше. Да, Чови походу выходит в какую-то жирную копию. Да. Да, он будет все же покупать пепел бамми. Ну да, пепел бамми он уже купил. И да, накидка солнечного пламени. О, блин, Чови прям вообще дико фармит. Но его щас... А нет, не его, на дракона. Драконы идут. А, нет, не берут дракона. Чови, Чови гангает. Чови запугал, сместился и теперь обратно лежит. Он может себе позволить просто агрессивно играть. Ну потому что он жирненький, такой же копию прям вообще им будет. Ну всё, первая сотня по фарму есть. А чё им? Ну это было логично предсказуемо, потому что Джекилов... С другой стороны, да, у них есть возможность фармить на боте. Но это не такая агрессивная связка. Чтобы уж сильно перефармить, потому что... Ну Вайпер опять же не может особо огрызаться, но... Ну да ладно. Да. Пока что ничего интересного не происходит, но... Под 30 крипов пропускается СВОРД по сравнению... Узышаем. Чови тыкает Вижен Вард. Выходит вперёд по экономике сильно. Ну потому что противники лишаются, а где там... А он получает 30 голод. Очень-очень неплохо. Очень неплохо чё вися чувствует пока что. Да. В лесу пока что прям очень всё ровно, то есть они изначально начали. Но там Грагас чуть-чуть перегонял. Из-за жирных кэмпов. Хотя с другой стороны нет старта, он стартанул где не особо жирный кэмп. Ну и в плане количества. Да. Ну реально Джейки Лайв должен конечно был получше фармить, ибо он задаёт ДП. А чё и нет. Чё и есть ДП. Ужий Килл Аванет. Так, ну всё, Грагас уже вперёд выходит по крипам. Не может не радовать этого. А он восьмой на седьмой уровень. Можно разыгрывать спокойно. Вот. Но, но всё. То есть уже минус-минус Дракон. Ох, неплохо уже. Ну да, чисто фастбэк для руки. Так, я не так думаю пришлось отходить. И ещё Нингу тоже помог. Подвёз его до Остроклёв. Очень-очень неплохая агрессия. Идёт от Гриффинов. Так. Так, ну всё-всё-всё. Минус-минус Джейки Лав. Это очень классно. Очень хорошо. Так, да. Чувик конечно. Но Лану тоже уничтожил. Ну всё, по кайфу, по кайфу. Благодаря мобилькам. Мобилькам быстро подлетел с флэша. Оп. Всё. Баллан потерялся. Вот и преимущество Юлик и Гарена. Потому что единое целое. И Гарен становится очень жирным и быстрым. И поэтому легко догонять Джейки Лава. Очень-очень даже легко. Пока что Гриффины, да, уже ведут. То есть они отставали по золоту. Но у них был Дракон. А вот после этой стычки, которая произошла как раз после забратья Дракона, может быть это и помогло чуть-чуть. Лишний урон не бывает лишним. Вот вот Хоуп. Он очень хорошо сыграл Човик. Пропинковал, потому что он очень толстенький. Очень, ну, затанкованный. Всё, он теперь покупает, так сказать, и блин, не пепел Бамми. Ну да. Накидка Солнечного Пламени. Вот, да. Та, которая из пепла Бамми. Очень неплохо. То есть тут и Сворд получает для себя килл, а значит он уже по сути вровень идёт. Вровень идёт с Йесу, потому что Йесу его перефармливает, но у Сворда есть килл. Да. Кстати, странные руны у Зышая. Это Град Клинков. Йесу с Градом Клинков не особо понятно. Хотя, с другой стороны, от меня это автоатак Кьюшечка, и она вроде как не засчитывается под Град Клинков, поэтому он может дать по сути 4 автунки. Ну, типа Автуха, Кьюшка и 2 ещё автунки Града Клинков. Вроде как это так работает. Хотя я могу ошибаться. О, Зышая прям очень хорошо, 151 крип. Ну, мне очень нравится, как он играет. Ну, всё, всё в принципе изначально было понятно, кто будет фармить, и как бы команды всё понимают. Если раньше были какие-то... Ну, всё, да, Гарант спокойно выходит, потому что... Ну, не то чтобы спокойно, но... Там... Всё влетело, и он как бы... Больше бы урона он не смог получить, по сути. Он не особо что-то дождил, и просто выжил на своём... за своём затанкованности, и на той затанкованности, и на той затанкованности, которая даёт ему Юнью. Ну, но пока что все жирные, то есть и Сфорд собирает... О, вполне стандартный билд, но... Можно было ждать чего-то нестандартного. Да, тут Чови немножко получает от Зэшая. Зэшай прям очень агрессивно играет, но он понимает, что есть поддержка, поддержка... В виде Киана. Да, кстати, Киана же тоже подкидывает, поэтому, по идее, ясно может их и в луку Киану как-то утонуть. Да. Вообще, у меня неплохое мнение по поводу пика. Улки и Когмяша очень мне нравится эта связка, потому что у них сильная синергия, поэтому и руны у них так подходящие, ну, именно у Лжики Лавы, там, смертельный темп. Вот, поэтому поэтому он сейчас очень сильно начнёт накидывать, даже по этим толстичкам. Пик вполне себе неплохой. Вот, по сути, он единственный, кто может пробивать этих Вайпера, Чови и Сфордан. Так. Мега Гнар. Да, но неплохо. Неплохо играет Джей Ки Лав, под шаг и всё дружится. Если бы, если бы сейчас Сфорд попал ультой, то от Джей Ки Лавы бы ничего не осталось. И по идее, они проиграли тимфайт из-за того, что Сфорд не попал ультой нормально в Джей Ки Лавы. Да, Когмаш прям... Ну, на самом деле, это не как Когмаш хорошо сыграл, а очень плохо сыграл Сфорд. То есть надо было... Ну, с другой стороны, понятное дело, что он ждал, это он отходил. Поэтому, как бы, Сфорда не было, чтобы много возможностей. Ну, сейчас мы ещё раз посмотрим этот момент. Вот. Ну, опять же, естественно, Джей Ки Лав из-за своим... Потому что он пробивает танков очень хорошо. Плюс, опять же, на Сфорда всё влили. Вот. И всё. То есть Джей Ки Лав не под контролем, поэтому... До свидания. Как бы его быстро зафокусили, и всё. И там уже бы танчики-танчики зарешали. Да, это прям пиента-пиента. Ну, типа, пятерых убили. Ну да, вот, в файте очень много надамаживает Джей Ки Лав и... Из-за шай. Ну да, вот, опять же, Гарен чё-то прям вообще посыпался, непонятно. Хотя он толстый, он мог бы... Хотя бы, пятьсот надамажить вот что-то. Ну всё, да, у Джей Ки Лав уже Гинса. Тут можно уже крест ставить. Хотя всё комбэчится, конечно. Плюс ещё Гриффида выпускают Кероль, но у них будет... А не будет первой таверки, его уже забрали на нижней... ...линии таверку, поэтому не будет фобовышки. Но, ну, блин, хотел я, чтобы он ещё раз ударился, но нет. Всё же Сворд смещается. И, конечно, сторозалу тоже надо быть внизу. Агрессия, агрессия пойдёт. От Айджи. Тут что-то они прям много Магреза закупили. У Чови две темантии. Да. Да, четыре тысячи голды теперь они ведут. Ну, чуть поменьше четырёх. Ну, в общем, да, и плюс у них ещё Инфернал есть. Ну, то есть всё резко перевернулось. Если тогда Гриффины ввели из-за того, что они Инфернал не забрали ещё два кила потом. Но ещё дальше показывают, что они умеют лучше драться, чем Гриффины. Они знают свои сильные стороны. То есть Джеки Лав просто стрелял по танкам. Его прикрывали, не давали, не дали Сворду пройти. То есть, кажется, не особо интеллектуальным таном в одного лишь гнара. Но, как оказалось, это очень уже неплохо. Непонятно, что Чови будет билдить, но... Да ладно, понятно. Что я... Что я несу? Всё понятно. Он забилдит, естественно, шлем. Шлем забилдит. Как уже сделал Гарен. Вайпер, вайпер. Ох, какой ранний шлем. Непонятно. Это, может, и не особо хорошо закончится, ибо Зашай будет очень сильно пробивать такого... Такого такого пацанчика. Я бы не стал так рано собирать. Но... Не я на чаёмчике играю, поэтому такое. Да, Джеки Лав для себя забирает Рэд. Ну, всё очень хорошо у этого. Кугмиша. Келли. Фарм. С другой стороны, Гарн, естественно, даёт много голды. И вообще всем подряд. Поэтому такое. Ну, пока что всё достаточно скучно. Хотя, чего я ожидал... Всё вполне себе как должно было быть. Ну, опять же, первая игра, все к друг другу присматриваются, поэтому потом всё будет, как во мне, намного более агрессивно. И какие-то пассивные пики Когмяшей уже не так будут прощать. Да, Зарь не играл вся рука, подкидывается всё. Да, но зато Гриффина забирают Нинга и Джеки Лава. И это очень неплохо, потому что весь урон на Джеки Лаве. И всё, и сейчас они могут спокойно бежать, и Гарн прокает постоянно свой щиточек. Тем самым и Юми очень много получают. Да, вообще Юми по сути единственный чемпион, которому на таких ЧМах берут вот эту печать. Да, я ж как и говорил, подкидывание пульта Кианы можно спокойно летать на ясну. Да, плохо-неплохо, пока что Гриффины всё же держатся ещё, забирая двоих пацанчиков тем самым. Потом ещё на Джеки Лаве же висел, по-моему, стрик, поэтому, да. Да, очень-очень быстрый Гарн, очень затанкованный. Да, Гарн потом выйдет шипованный доспех. Билл здесь вполне неплохой выбор, потому что уже выходит, но скоро вампиризм пойдёт ЕСУ, наверное. Ну и плюс, понятное дело, когмяшный будет так сильно хилиться. Да и вообще, по сути, у Лука же будет всем кидать две щиточки, а у него кодильницы, значит, будет меньше хила заходить. Под всяких сэшайв, под которыми будет баф Луки, которые вроде как должны будут хилиться. Да, Вайпер вообще не пробивает когмяш, то есть, благодаря щиточку от этого, так сказать, шлема, он очень даже неплохо себя чувствует. Вообще, да, неплохой у Вайпера затар, потому что он против АП защищён очень хорошо, и АДшники будут сами же получать от него вон, и не будут меньше хил. Ну, всё равно, всё равно, он хил, опять же, да, получает, но его всё равно отхиливает. Отхиливает его Юми. Да, Юми прям очень хорошо. Дамажит. Да, ещё угар на аж два кила, да, два кила, два ассист, то есть, очень хорошо себя чувствует АДКЕЛЕ, если можно так сказать, прогаренная. Ну, а как прогарик Миша точно можно так сказать, АДКЕЛЕ будет команд, поэтому тут будет неплохо-неплохо. Ну, это не АДКЕЛЕ, это просто был зернобой. Неплохо Зашей сейчас будет нарезать, нарезать этого Ракончика. Ну да, Зашей, Зашей наглеет, но, наверное, может себе позволить, но не совсем, потому что он не поставил стеночку от Покона, а Покон очень неплохо станет. Очень на долгое время, поэтому... Зашей поплатил сейчас свою агрессию, на нём же тоже стриг висел, поэтому всё, всё, уже всё не так хорошо. Ну, с другой стороны, опять же, они IG в лейте будут очень хорошо себя чувствовать, у них тот же Ясо есть и Кугняш, поэтому тут как бы, вроде как, Гриффины должны какие-то мид-геймы, мид-лейт, ну, такой, не лейт-гейм, а вот переход. От мид-клайд-гейму, они должны в этот момент очень хорошо пофайтисам, ну и в мид-гейме они должны хорошо пофайтисам, танки как-никак. Вот как-то. Такое, такое. Да, прям очень хорошо себя чувствует из Иша и Джей Килла, доминирует по золоту, можно сказать, золото на тех, на кому надо. Пока что я не особо чё-то увидел, а трупки, но, в принципе, он не должен двигать 15-0, ибо это не стандартная игра, не соло-хул. Тут все смотрят на мини-карту и понимают, кто куда сместился. Да, собирается же Вайклер. Сказать, доспех, доспех. Толстенький, красненький, который не позволит Секим Адеш никому наказанный убить. О, опять, опять Энгейдж, опять Энгейдж идет позже Джеки Лаву. Очень, очень хорошо вырывается. Все, все, это шанс, это шанс для Гриффина. Сейчас забрать файт, а потом забрать дракона. Но не особо что-то превращается это, то есть всего лишь убили одного Джеки Лавы. Но уже бегут на дракона, точнее, на нашора. И бэка и ценинг, бэка и ценинг. Но понимают, понимают IG, что... О, не понимают. Да, не понимают руки. Фейлит и... Да. Ну, очень хорошо себе Лейдинг показывает. Очень хорошо. Ну, не могут, не могут дамажить пока что Т1. Да, и ТП дает Джеки Лав, поэтому не смогут они ничего сделать. Но времени у них особо не было на шора брать. У них некому брать на шора. То есть, их задача отгонять противников от на шора. Потому что и Зэшай, и Джеки Лав его очень хорошо делают. Поэтому они не должны сами забирать, а скорее отгонять противников. Пока что у них доминация на тысячу. Ну, IG по сравнению с Гриффинами. Доминирует на тысячу. В основном из-за хорошего фарма Джеки Лава и Зэшайя. То есть, разница в фарме Зэшайя и Сворда целых 100 крипов. Ну, почти 100 крипов. Очень хороший фарм. Очень. Но зато все остальные как-то неплохо. Чуть-чуть при перефарме. Вот и Чо, и Тарзан. Вот. Плюс еще, опять же, Тарзан Гангл побольше. То есть, он там как минимум на один ганг больше. Ну, потому что там 5 ассистов. А там как бы 4 ассиста, но 2 кила. Вот. На нем пока стрик висит. Плюс Гарен, опять же, не особо отстает. Но он очень много давал Леггинсу. И, в принципе, не зря. Потому что он, по сути, неплохо и дамажит. И вообще. То есть, ну, да. Просто кол на Джеки Лава и все. То есть, не помогает ни QSS, ничего. То есть, потому что Сворд заходил сбоку и все сделал правильно. И тут, опять же, руки. Руки немного подфейливает. Потому что они как бы не собирались идти. Ну, вот, да. То есть, ну, опять же, он понимал, что они там частично. Думал, что там. И поэтому бросил эту зеленую штучку. Зеленую свою. Полотно зеленым. И поэтому он вроде как не видим. Но, понятное дело, что его просто мгновенно зафокусили там. Потому что он был невидим. Вроде как это не особо зарешено. Должен был быть невидим. Да, Зешай очень хорошо фармит. И мне кажется, это большая угроза. То есть, нельзя так просто Гриффином сидеть на месте. Да, у них неплохой тимфайт потенциал. То есть, и Чови, и Сворд могут в одну, даже в несколько целей заингейджить. Ну, как бы, Сворд вроде как ультует Чови. Просто оставит свою стеночку вокруг себя, и никто не может особо дэшиться. А Зешай, Инг, Руки хотят дэшиться. Ну, опять же, Леггинс дамажит. То есть, основной дэмэдж дилер это именно он. Вот. Очень, очень хорошо. Очень хорошо Харзан играет. Забирают руки, и забирают, скорее всего, Инфернального Дракона. Тут без шансов. Надо IG, наверное... Ну, опять же, они не успеют на Шора взять. Хотя у них... Нет, скорее всего, не успеют его быстро добежать. Да, чё-то прям активно севаем. Ясу, ну, я прям жду, когда Ясу вводит больше, чем на 100 игроков доминировать. Так, ну всё, теперь уже по сути всё в руках Гриффинов, потому что у них... Очень всё, очень всё неплохо. Два Инфернала. Больше уже не будет. То есть, у Гриффина всегда будет больше урона теперь, чем у IG. Ну, так, именно по Драконам. Я очень люблю это. Ну, опять же, второй Дракон даёт его не так много, но всё же... Всё же очень много. Лучше, чем, там, первый любой Дракон. Второй Инфернал всё равно лучше. Дааа, конечно, очень намажет Лейтенс, прям Лехенс. Лехенс. Ну, понятно. Вот. Как бы Вайпер чисто подвозит его благодаря затонкованности на вэшке и скорости передвижения на кьюшечке. Гриффин, Гриффин. Очень. Ну, ну, неплохая задумка то, что Легенс будет постоянно все хилить с помощью... И дамажить... Ну, накапливать быстрее Грааль благодаря своей... Этой... Как это называется вообще? По-русски, по-русски. Эхлюбэн. Дааа. Так, а чё он потом будет билдить? Вроде как Кодильницу хочется, но вот как-то Кодильницы не будет. Ну или будет, но каким-нибудь крайним слотом. Дааа. Ну, очень неплохо Тарзан. Ну, так по КДА, конечно же, так-то он не то чтобы прямо херил в соло, но коконами он попадает неплохо. Это, по сути, все, что надо от Элизы. Пять стаков на тёмной печати. Очень неплохо. Ну, Лугу, понятное дело, идёт прямо в дикий ардент. О, начинают, начинают на Шора. Ну, понимают всё. Гриффины, понимают. Очень, очень хорошая ульта. Вот так, так. Ладно. Квадру делает. Джей Класс. Да, ну тут что-то в начале попались. Сворд. Ой, такое себе такое. Ну, как-то ульта могла быть и получше. Он слишком отпрыгнул. Так бы он больше в стену людей вбил. А так он их просто отодвинул. Ммм. Ну и вообще, то есть это уже было так проиграно по ХП. Очень сильно они просели. Дааа. Дааа. Печали, печали. Ну, ладно, надеюсь, сейчас ещё раз покажут этот момент. Ох ты. Покупает Джей Кила в себе уже. Иртубный Ятаган. И ну вот, вот этот момент. То есть, понятное дело, Вайперу, в принципе, не совсем больно. Но всё. То есть, Сворд уже, несмотря на то, что он вошёл в Стазис, тут и Тарзан не дамажил очень долго. Ну, такое себе. И Чови поздно подошёл. То есть, как-то он хотел по-другому, а не как-бы... Ну да, они за... Как-бы за... Не знаю, как-то за Байтелем на Шора эти подошли, и как-бы Чови не успел. Просто если бы они все вместе вырвались, то у них было бы намного больше шансов. Вайкера ультует. Но, понятное дело, что ничего особо не сделают. Очень много, да, опять... Опять много у Джей Килага и второй Зэшай. Ну, в принципе, это логично. Ой, вот попадается Джей Килаг. У-у-у, ну всё, наконец-то Сворд неплохо ультанул. Он пытался, пристреливался, пристреливался и всё. Так, блин. Нифига, что творит Зэшай? Блин, что творит Зэшай? Вообще жесть. Такой урод. Очень неплохо. Ну да, там ещё Нинк тоже зарешал, конечно. Вжонку встал, а потом неплохой... Неплохо, неплохо. Да, ну прям вообще Леггинс дамажит прям. Вроде как саппорт, вроде как это. Семь стаков уже у пацана. Очень неплохо. Не знаю, будет ли он покупать себе Нижай. Даже на десяти стаках. Будет интересно посмотреть за этим. Ух! Чего он? Что делает джекилов? Чего он? Да, что-то Джекилов тут, наконец прям зафейлил. Два раза. за первый раз он первый раз подставился у Т2, и сейчас тоже какой-то глупый ТП, он, ну, не знаю, ну, в принципе, он же раньше давал у всех ТП, поэтому он не виден, ну, не понимал, что потом будет еще даваться ТП от Шови, не понимал, что он получит люлей. Ну, пока у него все равно очень хороший пилд, но, в принципе, так же, как и у Вайпера, которого теперь уже, по сути, не пробить. Сейчас что он себе купит? Да, еще, по идее, это уже резкрита будет, да? Да, то, что Угнара. Я забыл, как это называется, но, в общем, вы поняли. Ну да, то есть Джей Киллаф чересчур сагрессивничал, вот, ему тут некий, то есть никто его не мог поддержать особо, то есть, да, Баулан что-то выдал, но не было океаны возле, и она не могла там дать какую-то помощь. Она, конечно, сейчас бежит, но уже помню. Если бы Зышай, конечно, но он мог еще лучше, то есть, он мог там убить даже Саппорта, то есть бы Легенса, Легенса мог убить спокойно, Зышай, и все. Ну, то есть, все, да, понятно, Зышай прям отлетает. Но он, опять же, начал стрелять, у него был шанс выйти на ускорение Лулухи, но он начал стрелять, и не особо понял, что там Чоги, скорее всего, развалит его пацаны. Три этих, как называется, шлема, адаптивных, да. Три адаптивных шлема, и все, чтобы контрить урон Кугмяша. Ну, в основном Кугмяша, понятное дело, может, там и Луха, и Минг тоже. Да, и плюс у всех еще ботинки вот эти, которые контр-автоатаки. Прям вообще Джейки Лав. Ну, так, ну ладно, ладно, понимают они, что это была плохая бы идея. Ну, а сейчас Чоги близко, но и руки близко. Ой, как сильно руки перегоняет Чоги по экспе и по фарму уже, блин. Ну, неплохо, руки, конечно, может быть, и под старток до команды, но неплохо вышел вперед на два уровня, и теперь он 17-й, когда Чоги только 15-й. И вообще по уровням они, ну, неплохо так доминируют. Ну, хотя нет, опять же, Саппорт и Лесник у них по одному уровню приседают, то есть Леггинс и Тарзан все же доминируют по уровню. Но зато два на миду и один. Ну, по сути, они на один уровень доминируют в общей тиме. О, воздушный дракончик появился. Я его только увидел, что они его забрали. Ну, понятное дело, почему, мимолетно проходил, поэтому... Да, неплохо, неплохо. Этот затоток, конечно, мне больше нравится. Два огненных и один воздушный. Как по мне, воздушный пополезнее будет, чем морской. Может быть, в начале игры морской первым драконом неплох, по сравнению с воздушным. Но, ну, именно, понятное дело, огненный самый крутой. Ну, а второй, наверное, все же... Морской. Да. В последнее время я все сильнее разочаровываюсь в горном какой-то... Ну, понятное дело, через... Ну, такое себе то есть. Даже для спритпушера тот же морской, для среди нам маны и среди нам хп будет неплохо заходить, особенно если этот спритпушер не имеет особо много вампиризма. Ох, как больно. Понятное дело, он и выхилец, и нинг, но все равно урона от этой Юми очень много, и она скорее будет в конце игры уже будет просто дико-дико дамажить. Очень много урона будет. Потом Рбадун пойдет, по идее. Да, но сейчас я жду, конечно, что забилдит этот... Ну, это очень рисково, конечно, межай, но все-таки... Надо рисковать, рисковать, потому что если ты умираешь, то, скорее всего, вся команда умерла уже, поэтому тут как бы... А если вся команда умерла, то, скорее всего, поражение. Поэтому надо копить, копить, и сейчас первым делом именно... межай покупать, а потом уже кусок от Рободона. Да, блин, две тени у Грагас, а что-то как-то Грагас... Не особо, не особо понимает, что нужен танк. Ну, как бы, да, Зэшай тоже танкует, но Зэшай и сплит кушит, и вот, как бы... Ну, и сейчас-то нет, и вообще нет, но... Иногда сплит кушит, поэтому... Можно будет поменять стратегию. Тарзан... А, ладно, Тарзан может попасться, но Руки уже убежал оттуда. Вот то, что плохо из-за вот этих вот Гаренов и Поппи, то, что они не могут нормально забирать на Шора. Вообще, вообще, то есть у них там разница в скорости забора, там, ну, в раза три разница, наверное, если не больше. Это вообще даже не преувеличение, скорее преуменьшение, потому что разница, наверное, в раз пять, потому что как стреляет Джейки Лав и как бьют Вайпер. То есть там все, по сути, дамажат, кроме... Ну, не знаю, я не знаю даже, кроме кого, то есть абсолютно все дамажат сильнее. И Баулан, и Джейки Лав, и Руки, и Динк, и Зэшай сильнее дамажат на Шора. Баулан просил, можно зафокусить. Ну, опять, опять подставляется Сворд. Так, неплохо, неплохо. Ну, опять же Джейки Лав сейчас все выфилит. Ну, они сейчас могут, они могут, потому что они жирные, они ворвутся, и если Барон будет... Так, Руки, Руки, заходит сбоку. Нет, нет. Не попытался даже Тарзан что-то сделать. Они, а, не размениваются, но она была раньше, раньше. Сейчас они могут не успеть. Блин. А, они все, они понимают, что они не успевают, и поэтому они... Так, 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 так. Так, сейчас Джейки Лав опять подставится. Очень хорошо, очень хорошо, да. Нинга, Нинга, все, по кайфу. И Баулана. И главное сейчас, чтобы Зэшай всех не расстрелял. И Чови просел. Блин, блин. Так, Вайпер Флэш отдает. Блин. Печально, печально. Ну, Сворд, Сворд сейчас, сейчас придет Сворд. Да, он уже ТП дает, ТП, ТП на бот. Так, Руки и Чови файт, файт, файт. Ой, блин. Ой, блин. Переиграл, переиграл, конечно. Ну, и вообще у него урона мало, на это, кстати, игры. Ой, блин, как же, как же тамажит этот Курняш. Просто жесть какая-то. Блин, ну, игра становится все интереснее и интереснее. Нравится мне этот, так сказать, экспериментальный, экспериментальный рубрик, так сказать. Да, ну все, все, Сворд, Сворд уже получает свою мегаформу, но нет, нет, не будет. Нет, нет, стила, да. Очень-очень много урона. Опять Сворд отставляется. Ну все, то есть, Сворд прям очень дико зафейл. Как минимум 3-4 фейла от него, это прям жестоко. И Элдер, да, это же был Элдер. Ну все, то есть, у них будет и Элдер, и Нашор. И как бы на одном Эдфернеле этого достаточно. Но опять же, нету, нету какого-то керри, нету дамагера, и поэтому Зэшай может просто бежать вперед и ломать пиццу. Ну, с другой стороны, они все. Ну да, опять же, Джейки Лав вышел, то есть, надо было прям игнорировать, наверное. Ну, опять же, Нинка очень быстро улетела с... ...руки, да? Нет, блин, кто там с Сокор? Руки, Митер. Ладно, ладно. В общем, Луууха улетела быстро с Крагосом, и поэтому все. Все, вот так. Еще вот эта смерть непонятная от Чоби. Да, да, да. Ну, посмотрим, как эти танки зарешают в лейтгейме. Ну, именно, не зарешают, а скорее, как они будут пытаться, пытаться не отхватить очень быстро. Опять же, Тарзан не особо что-то сделает. Очень-очень большая скорость с атаки, но он просто дико пробивает танк, этот Джейки. У него два этих вампирик предмета, два предмета против танков, ну, даже, даже три предмета против танков. По сути, Генсана против всех, но танки просто ближе стоят, вот. Ну, ладно. Печально, печально. Ну, пик такой себе, то есть, слишком много танков, то есть, им надо было в мидгейме сейчас переворачивать. Ну, тут так посмотреть, чтобы нечего противопоставить. Тут же, ЗША и напрягает спокойно с ворда. С ворда прям вообще, конечно, меня огурчает. Надо пытаться, пытаться цеплять Джейки Лаву. Да, руки сплит кушат, можно было и топ забрать, но топ сейчас и так упадет. Сейчас сильно-сильно просядут по галде, и ничего они не смогут сделать. Надо как-то врываться в Джейки Лава, пытаться, надо было пытаться до... Ну, ладно, уже последний момент. Так, с ворда, с ворда, давай, это твой шанс. Очень хорошая ульта. Очень хорошо. Но все равно, все равно, ЗША и ЗША все равно сейчас убьет. Или нет, или нет, вот прям Леггинс очень в тему ульта. Ну, точнее, не ульта, но лакьюшечки попали. Так, ну они пытаются заканчивать. Ну да, это все, это Габелла. Это Габелла, ребятушки, ну все, ладно. Поэтому заканчиваем последнюю игрушечку, точнее, не последнюю, а первую игрушечку. Да, ну, конечно, после победы IG что-то первая и последняя захотелось, ну да ладно. Ну, такой, ну, интересно, интересно все равно было. И вот этот, ну, все равно мне понравился 5G на бот. То есть, в принципе, Купняши зарешал. Ну, и ЗША и 5G ему дали. Дали то, что он хотел, а вот, как бы, Чови не совсем получил то, что хотел. Да, Кривно, Кривно. Вот, поэтому... Ну, такой стиль. Так, сколько получилось? Ну, 50 минут получил себе досик, там уже кто-то пишет активно. Ну, еще, надеюсь, было интересно слушать вам с комментарий, комментарии, да. Потом я сейчас вторую, наверное, запишу, мне есть буквально что-нибудь гамать. Ну, в общем, ждите, ждите второй видосик. Спасибо за просмотр, там, лайки, подписочки. Че, вы думаете про этот... Хватит этих комментаторов слушать, блин, которые будут то, то не то. Ну, ладно, все, я всяко, я всяко более, так сказать, компетентен в этом вопросе.